Это, мне кажется, связано с этим, с прошивкой мозгов, потом и дальше. Вот так вот, это 85. Просто ей место, конечно, как бы, ну, блин, она... Вот на второй ты едешь, там, с боку, там, там. У меня, например, турбина, интересный звук снова давать, нас бросил, смотри. Ну, это скоро было, ну, что, фильтры. Да. Дышит, там. Ну, это нас бросит. Вот ты едешь, там, вот и вот. Вот и сейчас есть. Да, да. Не, ну, естественно, как будто на треть. Дети, блин. Вот так, школьный, слушай. Да нет, так просто, и они просто все-таки зацеп сделали. Для нее, в принципе, хватает мощности, чтобы с этим зацепом справляться. Да, вообще, зацепа нет, ну, с такой мощностью, когда начинает выпирать. Да, уходи, да. Ну, если ее надо продувать просто потихоньку, потому что, если она на треть... Не, ну, просто я понимаю, что, в принципе, эта машина, она, это же, блядь, на Субаре так заебись кататься, в принципе. Знаешь, Субарь, он как бы, блядь, вот мы сейчас катались несколько дней на нем, прям, очень много. И тоже и Джазили, блядь, и, ну, вот, на Димариковском. Ну, как-то, блядь, он как Сайгак такой горный, понимаешь? Вот это чувствуется, когда вот у него начинается, даже центробежное, когда он в бок, вот, все срывается, он пошел, как бы, понятно, что к ощущению привыкаешь, но вот реально у меня сейчас такое ощущение, что его вообще, блядь, ничем не остановить, нахуй. Потому что чувствуется вот эта коровистость, блядь. Да, все, он пошел боком, и реально такое впечатление, что это пиздец, блядь, ну, то есть, что он вообще превращается в неуправляемый снаряд такой бешеный. То есть, как бы, Суба, она легкая, блядь. Но она же легче этой, значительно. Конечно, и о том и речь. Она же поэтому так легко боком встает и газом рулится. Она боком встает, да, и, как бы, блядь, ощущение вот этого нет, вот этой коровистости, что здесь, типа, вес пошел, блядь, пиздец. Да, тут просто, если что-то ее, жопу, вперед вынесет сейчас, ее, блядь, уже хуй вытешь газом. Во-первых, автомат, во-первых, автомат, как бы. О том и речь. Как бы, а Суба, вот, она, знаешь, вот даже вот я с тобой сейчас сижу, на, ну, пассажирском, мне немножко даже стремно, блядь. Потому что, как бы, это... Что здесь? Начинается. О, тихо, 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 тихо. Ну, вот, потому что это не поедет, естественно. Суба, она, естественно, ну... Суба, она, естественно, ну, не даст тебе эту, как ее... Суба, она, естественно, на то и суба, что она не в состоянии, как бы, дать комфорту, но она рулится легче. Да, да. Она рулится легче. Потому что, если мою корову... Сейчас мы на... Я вот, если я сейчас наебусь на ней, и вот развернет меня жопой в бордюр, мы мы ебемся жопой в бордюр. Потому что, на Субе ее еще реально, как бы, как сказать, это с... Даже, ну, естественно, нужно, как бы... Нужно, естественно, как бы, это все... Ну, уметь, это не... Это, понятно, другой вопрос, что уметь. Как бы, без умения ты на любой машине далеко не уедешь. Это полярка. Но на этой машине с автоматом у тебя вариантов особо, в случае каких-то там, серьезных, как бы, ну, ошибок. Ну, короче, центробежная сила, которая ее в бок тащит, у нее значительно сильнее. Ну, смесовка, блядь, все. То есть это... Такое дело, блядь. Ну, вот смотри, на бензине такая температура была, как сейчас. 93.2, 93.3 при обычной, да, на таком джазе езде. Понятное дело, что мы, как бы, это, ну... Ну, звук, да, ну... Да. Ну, это ты уверен, да, и скоро пойдет так? Ну, да, ну, нас бросим, понимаешь? Ну, сейчас я газу не хочу добавлять, потому что, блядь, блокировка вообще охуевает в момент президента. Понимаешь, как бы, ее можно, конечно, добавить газом, если первую включить, к примеру, на первую. На первую подогрузку на пакет. Самая. Сразу в отсечку уходит. А вот на третью, например... Во-первых, на первую она уходит сразу в отсечку, это передув на геометрии неприятный получается. Да. Вот, а отсечка, наверное, нужна. Ну, вот, в принципе, на третью. Да, и самая нужна. Да, третью тоже так же. Только на третью, за счет меньших оборотов, нагрузка на турбину Бублика больше. Угу. Ну, она не то, что больше, мне кажется, на третью, вот, 95 градусов. Ну, да пошла, блядь. Отснял. Да, он не сфокусирует, не знаю. Да не знаю, сфокусирует. Голубой вагон. Вот, смотри. Короче, несу. Просто фишка в том, что нагрузка... Сколько у нас тут сейчас? Вот, 96. Для дизела, для коробки, температура уже такая, блядь. То есть, вере, существенная. Сейчас, если моторок заценить, посмотреть... Вторая, самая оптиматная такого покрытия. В принципе. Ну, а срывается, но заднепривод лучше. Напасается, я не знаю. Там за них толк, отлично. Сейчас на месте она тормоз тратит. Ага. Чтобы она... Потому что и так, бублик, коробка не рассчитана на такое скидывание. Она может не успеть, как бы, ну, понимаешь, расслепить пакеты. Если тормоз не нажать... Ну, как на пасатель. Да, да. Она не рассчитана на такое, как бы, ну... На такой режим работы, естественно. И у нее гидромеханика не позволяет прям четенько отщелкивать все в таком режиме, когда ее там ебет пиздец, блин. И поэтому, как бы, она просто, ну... Тормоз лучше ее... Вообще лучше в таком... Если тебя развернуло назад, и ты понимаешь, что уже газом рулить не надо, надо просто остановиться. Можно вообще в нейтраль выбить коробку. Это даже чем-то более, как бы, ну, грамотный ход. Выбить коробку в нейтрале, дожать на тормоз просто, и все. Потому что тогда у тебя... Потому что бублик, сам понимаешь, от этих возмущений ему хорошо не становится. Ну, вот. 100 градусов коробка. Вот, смотрите, 100 градусов коробка. Быхая греется. А мотор... Стынет. Естественно. А мотор у нас... Чего у нас? Ну, просто иногда эта штука сидит. Блин, начнем ошибки. Не знаю, почему именно перед фейл, но вообще честно. Иногда почему-то... Вот именно некоторые группы иногда почему-то... Вон, масло 97, фриз 94. Кулер 38, топливо 37, топливо 38. То есть, вот, масло 100 градусов тоже. А фриз 92. Ну, ты видишь, фриз меньше коробки. Тоже плюс, теплообменник-то общий. Сейчас будут охлаждать, чтобы капот откроем. Сейчас бы капот откроем.